Потерял ногу на войне. 11-летний Дима Павленко едва не погиб, спасая сестру во время обстрела Иловайска два года назад. За жизнь мальчика врачи боролись несколько дней, но спасти правую ногу так и не удалось. После ампутации он нуждается в современном, дорогостоящем протезе, на который у семьи денег нет. Поразительная история от Виктории Чистюхиной. 11-летний Дима Павленко приехал в Донецк из Иловайска за новым протезом. Это случилось во время Иловайского котла. Сотни разрушений и потерянных жизней. Диме полностью изрешетило осколками тела. Тогда пострадала вся семья. Нога телепалась на одной шкуре. Бабушке оторвало ногу. Жену ухо повредило, перепонку. Мне попало чуть-чуть ниже виска, так бы, чтобы накрыло. Он спас сестру, прикрыв ее собой. Жизнь мальчика висела на волоске несколько дней. Сохранить ногу врачам так и не удалось. Чуть ближе стоял волны. И этот самый прикрыл ее. После ампутации ребенку срочно нужен был протез. В этом ему помогли волонтеры. Но аппарат через два года износился. На новый у семьи денег нет. Он стоит сотни тысяч гривен. При сгибании и при ходьбе уменьшается рабочая высота протеза, так называемая. То есть человек не цепляет камешки, бордюр. Этот протез улучшенный и относится к категории высокой степени активности. Что означает, ходить диме будет намного легче и удобнее. Родители очень благодарны Ринату Ахметову за помощь. Большое ему спасибо за то, что помогает. И нам помог, и людям помогает. Теперь мальчик легко сможет подниматься по ступенькам, ходить по неровной поверхности. И со здоровой ногой он ему позволит себя чувствовать абсолютно нормально в своей среде. И не ощущать себя человеком второго сорта. Семья Павленко не была переселенцами ни дня. Они все время жили в Иловайске. Дима надеется, что сможет закончить школу. А главное жить, как и положено детям. Без войны. Виктория Чистюхина, Данила Киреев, Николай Сыченко, Владимир Конопля. События. Канал Украина.